МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 на внешние рынки 93%. Это действительно высокий уровень работы команды Министерства, Гомельс-Секло. Что-то из-за поставок гомельского шкала на внутренний рынок, то это так само державная задача. Причем разговор идти сразу об двух программах – импортозамещение и энергосбережение. Уже зараз проектные организации, ориентованные на то, чтобы в новых распроцовках выкороставить выключенные айчинные материалы. Правительством поставлена задача, чтобы максимально исключить импорт производимого у нас стекла на внутреннем рынке. Соответствующие задачи поставлены проектировщикам Министерства архитектуры и строительства, чтобы пересмотреть нормы и правила. Бодает самая актуальная задача для акционерного товариства «Гомельс-Секло». Снижение собеков, что вырубляемые продукции, высокие цены и несприяльная ситуация на сусветных рынках, привели до того, что два опошние годы предприемство находилось у складанной финансовой ситуации. Подчас официальных открытия новой линии, а учиваются лизьбы, когда на початку 2015-го собекошт одного квадратного метра листового шкла складал 2 доллара 30 центов, то сегодня уже 1,64. В наступном году он повинен снизиться еще не на 10 центов, что становшим членом повплывая на конкурентозольность продукции. Шляхов некольких от набытя сыровины по больших низких ценах для снижения объема споживания газа и электроэнергии. Это так само предупреждено реализуемым планом модернизации. Предприятие «Гомельс-Секло» – энергозависимое предприятие. 40% себестоимости – это затраты по энергетике. Поэтому мини-тест позволит нам вырабатывать за счет температуры отбора, температуры отходящих газов, собственную электроэнергию. И этим самым мы сокращаем свое энергопотребление и энергозатраты. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». 12-го листопада протягнуть свою работу промые телефонные линии мясовых органов Улады. Жихары региона смогут звернуться с пытаниями до наместника старшини Гомельска Габлова-Канкама Владимира Владимировича Горбачева. Звонки прымаются по номеру телефона у Гомеля 75 12 37, с 9-й годин ранится и до 12. Угэта шас на пытание Гомельчана откажен наместник старшини Гарва-Канкама Сергей Анатольевич Радюк. Номер телефона 75 18 54. Сегодня у эфиры телеканала «Беларусь-3» пройдя по финальной огульня проекта «Эрудит-пятерка». Телевикторина для старшеклассников задумана и реализуется творчей командой телерадокомпании «Гомель» суместно с гомельским облаконкамом на протягу 6-ти годов. Новая встреча интеллектуала вызначить, кто позмагается за звание чемпиона Гомеля серот 8-9 классов. Темп викторына достатково высокий. За 25 хвилин у дельники поспевают отказаться на десятки пытанев. Сегодня у по финале гульни «Рудит-пятерка» на интеллектуальной плясце споборничают команды 51-й и 56-й гимназии. Глядите викторыну для школьников на телеканале «Беларусь-3» сегодня у 19. Презентация книги кандидата Мастацтва-знавства старшего выкладчика кафедры архитектуры Беларусского державного университета транспорта Яугена Маликова отбылась у Центральной городской библиотекции Мягерцена. Выдание вышло у вересня этого года и носит назву «Традиции разбяного декора у народной архитектуры Паунево-Усходней Беларуси» – конец 19-го, 1-го, 20-го года. Книга Яугена Маликова готовы не камаль 20-годовой кропотливой працы над вывучением «Разбяного оздаблення дравляных домов Гомельщины». Аут раздятинства цыкаюся гисторией и архитектурой своего родного краю. Менавіта гэта и подштурхнула его до написания книги. Выдание открывая науковому свету и грамадству новую, невывученную до гэтуль сферу народной культуры региона – найбагатейшую традицию «Разбяного архитектурного декору». По своих мастацких якостях я найдел одним шерху с традициями иконопису и ткацтва. С книги Яугена Маликова можно доведаться, як адрозниваюцца в прагаженні дравляных домов у райцентрах и вёсках Гомельщины, які традиции их походження існують у регионе. Выпуск выдания як социально-значной літературы став махчымы дякуючы заказу и финансовой патрымцы Министерствам информации Республики Беларусь. Кніга будзе цікавая специалистам у сферах истории, архитектуры, этнографии, а так само усім, хто цікавецца культурной спадчанной нашей країны. В теме дравляно-разбіного архитектурного декора открытое, што наші прадатки, які жили на території Гомельської області, поудньово-исходній частки нашої області особливо, яны были вельмі-вельмі творчими людьми. Настільки творчими, што яны могли вырабляць такі незвычайні речі, губляць свой час, энергию на той, як опрыгожить свой дом, в окна, двери на своім домі. Для них это было настолько натурально, эстетика, жилье. И, на жаль, это сейчас, глядячи на наши сучасные домы, которые есть в окраинном Гомеле, мы этого не зауважаем. Нема такого почуття густу, почуття стилю, почуття пригожостя, якое было у наших прадков еще литерально 50-х годов тому. И вот это для меня открытие. Православная церковь и интернет – актуальное питание информационной деятельности епархии, присутности приходов у социальных сетках. Сегодня обнарковали на Международном медиафоруме у Гомеле. С подробностями Ганна Ковалева. Сегодня у интернете можно найти информацию, наводав самым маленьким церковным приходе региона. Иншое питание – на кольки такие звездки, цікавые кристальникам, як у Оголе треба рассказывать об церковном житте, светскому читачу. Некальки годин у информационной модели гомельской епархии шла гутерка об этом. Отповедно, тыми обрали формат мероприемства. На интернет-сувесь с Гомелем вышла Москва. Кабы рассказать про свой опыт, усягого делу в форуме приняли каля 40 человек. Вы знаете, я пользуюсь всем. Пользуюсь интернетом, пользуюсь телевидением, выписываю газеты наши, тоже читаю все. Потому что сегодня священнику нельзя заключиться в какой-то келье, обособиться, он должен знать. А тем паче руководителю он должен знать всю информацию, что происходит. Гомельская епархия на протягу шести годов працует в интернете. Свои сторонки зараз мают усе приходы епархии. А гэта прикладна полторы сотни. Наступный крок освоить новый интернет-пляцовки. На сустрече отзначили, коли исті у социальной сетки, треба уличывать специфичную подачу материалу. Свою меркование об этом выказали представники церквы и журналисты. Часом размова пераходила у дискуссию, але усе дели головные мыты. Знайсти способ, дякуючи якому церква зможа працаваць у отповедності с технологічным прогресом. Интернет допомагай, наприклад, наладзіць с людьми, які мають обмежовані физичній махчымаці. В церкви входят не все. В церкви входят не так часто. Молодежь, вот в 90-е, когда церковь только открыли, и такой был поток непознанного, незнаемого, сейчас происходит такое немножко охлажденье, скажем так. Но церковь не стоит на месте, и это и церковь не только для того, чтобы молиться, очень много благотворительных мероприятий, чтобы об этом знало как можно больше людей. Для этой цели мы и работаем. С допомогой ВИД-сувязи своим вопытом информационной працы поделилась супрацовник Московской патриархи Явгения Жуковская. Як оказалось, и в России супрацовничество церкви журналистов нельзя лечить эффективным. Для Смитэма православие просто не цікавое. У нас иншая картина. Выдания и телеканалы готовы супрацовничать. Больше затое допомогать освоювать новые медиа. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель». Гэты и инші новини вы можете знайсти на нашым сайті в интернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым выпус завершенный. У студии працував Явген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.